Когда в августе 1968 года в Прагу вошли советские танки, мне было 17 лет. Я, в общем, что-то уже соображала. Я выла, плакала, перессорилась со всеми родственниками, чуть не заболела от стыда. Такого жгучего стыда, как будто я сама послала эти танки. А через несколько дней по голосу Америки я услышала о том, что 7 человек вышли на Красную площадь. Чем все это кончилось, все знают. И первой мыслью моей было, вот эти несколько человек спасли честь страны и мою честь. Горбаневская говорила, что если хотя бы один человек заявит о своем несогласии с братской поддержкой чешского народа, в кавычках, то значит, это уже поддержка невсенародная. Ну, так оно и получилось. Ей пришлось очень тяжело заплатить за эти несколько минут. Но мне кажется, что жить ей было легко, потому что она была человек свободный, с врожденным чувством свободы. А это значит, она делала то, что ей нравится. Меньше всего это был человек героический. И внешность у нее была неподходящая. Такая маленькая, неловкая, в толстых очках. Ну и сама она бесилась, когда ей говорили, что она герой. Герой вообще не профессия. По профессии Горбаневская филолог, поэт прекрасный и переводчик. О ней бы вообще рассказывать да рассказывать. Мы часто кусаем себе локти. Вот ушел человек, а мы не успели с ним поговорить, не успели его послушать. К счастью, есть материалы, замечательные люди успели отснять Горбаневского. Есть кадры, есть люди. И нет такой ерунды, как деньги. Мы с вами не герои, не праведники. Мы не можем выйти на площадь. Но мы можем сделать такую малость. Скинуться всем. И собрать эти несчастные деньги. Чтобы появился прекрасный фильм, который потом мы будем смотреть вместе со своими детьми. И нам будет приятно думать, что мы немножко помогли такому хорошему делу.